Своим ученикам я стараюсь давать совет, когда беру их в седьмом классе. Конечно, они смотрят на меня с большим подозрением, потому что я им говорю, вот сейчас начнется тема, которая вам пригодится на ЕГЭ по русскому языку. В этот момент они не способны еще это осознать, потому что ЕГЭ еще слишком далеко для них. Но, тем не менее, я постоянно им об этом напоминаю, потому что, например, тема причастия, которую начинают изучать как раз в седьмом классе, очень важна. Когда мы выходим на финишную прямую, оказывается, что знание причастия необходимо практически для каждого задания ЕГЭ. Ну, это не голословно, потому что взять хотя бы первую часть. В третьем задании – стилистический анализ текста. Казалось бы, зачем нам там причастие? Но оказывается, что один из признаков художественного текста – это наиболее частое употребление причастий. Или, например, в восьмом задании, где нужно найти предложение с нарушением в построении причастного оборота. Дальше начинается орфография. Орфография практически вся заточена на причастие, депричастие и глаголе. Так, например, в заданиях 10, 11, 12 нам нужно обязательно знать, как образуется причастие. Суффиксы причастий, гласное в суффиксах страдательных причастий, и там может быть очень много вопросов с похожими словами из серии «выкаченное». Что нам писать «выкаченное» или «выкачанное»? И здесь необходимо знать о значении того слова, которое определяет эту букву. Например, если «выкаченное» откуда-то бочка, то это от глагола «выкатить», и мы напишем «е». Если «выкаченная» вода от глагола «выкачать», то мы напишем букву «а». Ну и так далее. Следующее задание – правописание слитное, раздельное, не с причастиями. Одна буква «н» или две буквы «н» мы напишем в причастии. Это только орфография. Следующий блок – это пунктуация, и там опять причастие, причастный оборот, который нужно правильно выделять, расставлять знаки, знать те случаи, когда не нужно выделять причастный оборот, ну и так далее. В общем, к чему я все это говорю? К тому, что практически все задания ЕГЭ так или иначе связаны с причастием. Ну, конечно, там не одно причастие, но мой призыв такой – изучить эту часть речи досконально, и это поможет вам значительно повысить уровень сдачи ЕГЭ по русскому языку.